Здравствуйте! В эфире информационная служба телеканала «Радуга-3» в студии Надежды Щипакиной. Смотрите сегодня, 18 января, в выпуске новостей. Этот праздник серьезно связан с безопасностью. Серговчане начали подготовку к одному из самых известных христианских праздников – Крещению Господню или Богоявлению. В Новый год с изменениями с января изменился порядок получения компенсации расходов на содержание ребенка в детском саду. О празднике «Знать с детства» для воспитанников детского сада «Теремок» была проведена программа, посвященная Крещению. Интрига длиной в пять сетов волейбольной команды «Инвест» и «Газовика» выдали один из лучших матчей сезона. Сегодня в ночь православный мир отметит один из главных православных праздников – Крещение Господне. По традиции в Сочельник тысячи верующих отправятся к водоемам, чтобы принять омовение. Однако делать нужно это с умом и желательно в специально оборудованных для этого местах. У нас в районе главной и единственной купелью по-прежнему является озеро Банное. Не глубже 200 сантиметров, не шире двух метров. На озере Банное купель готовят по всем правилам. Несколько минут и на льду появляется прорубь. Для удобства купающихся туда опускают деревянный каркас. В принципе, купель готова. Одновременно с этим идут работы и по монтажу дощатого настила, который обеспечит безопасный подход к воде. Также для желающих совершить омовение, произведена и расчистка от снега подъездов к озеру и площадки под стоянку автотранспорта. Установлены и палатки для переодевания. И кроме того. Будет организовано костры, будет организован горячий чай, пирожки. Поэтому милости просим, для вас здесь все будет готово. У нас официально разрешенное место для купания будет одно – на озеро Банное. Почему так сделано? Это сделано, прежде всего, для удобства. И второй вопрос – это для вопроса безопасности. Однако безопасность купания зависит не только от места. Ежегодно специалисты призывают соблюдать одни и те же правила. Перед погружением нужно как следует разогреться, но не спиртным, а физическими упражнениями. Организм обычного человека способен выдержать в ледяной воде 10 секунд и при этом не заболеть. Не стоит лезть в прорубь детям до 7 лет и людям с хроническими заболеваниями. Я настоятельно рекомендую людям, которые поедут в какие-либо другие территории за пределы нашего района, выбирать те места, где организовано то же самое, что и у нас. То есть все необходимые службы будут в наличии, иметь место быть, скажем так. И в-третьих, есть несколько правил, которые должны люди при купании соблюдать. То есть это не нырять сразу с разбега со всего в воду, заходить постепенно, аккуратно, чтобы тело привыкло. Не находиться достаточное время на морозе, то есть искупались, сразу вытираемся и быстро одеваемся, чтобы не получить переохлаждение организма. Также не рекомендуется резко окунаться с головой и так далее и тому подобное. Вот основные мероприятия. Из года в год число людей, желающих окунуться в прорубь, неуклонно растет. В связи с этим растет и нагрузка на службы жизнеобеспечения. В ночь на озере будут дежурить бригады скорой помощи и сотрудники полиции. Праздничная служба начнется ровно в 23 часа. Что же касаемо погоды, столбики термометров этой ночью не опустятся ниже 25 градусов. Осадков не ожидается. Надежда Щипакина, Александр Семкин, телекомпания «Радуга-3». С января текущего года изменится порядок выплат компенсаций за детский сад. Теперь данная услуга будет предоставляться тем семьям, чей средний доход не превышает 150% величины прожиточного минимума. В 2017 году нас ожидают изменения в порядке предоставления компенсации части оплаты за детский сад. Нововведения вступают в силу с этого месяца. С января этого года компенсация будет предоставляться одному из родителей, оплатившему детский сад. Компенсация будет предоставляться родителям, у которых средний душевой доход составит ниже 150% от величины прожиточного минимума в среднем на душу населения. Средний душевой доход для получения компенсации на сегодняшний день составляет 14 683 рубля 50 копеек. Семьи, которые имеют средний душевой доход ниже этой величины, то могут обратиться за получением компенсации. Размер компенсации остается прежним. 20% на первого ребенка, 50% на второго и 70% на третьего и последующих детей. Тем, кто не получает ежемесячное пособие на ребенка, выплаты будут приостановлены. Но в связи с введением нового порядка родители имеют право обратиться в управление до 1 апреля текущего года с документами, подтверждающими доход семьи. Если обращение поступит не позже указанного срока, на доход семьи не превысится до 50% от величины прожиточного минимума, то компенсация будет возобновлена с момента приостановления. Если обратиться позже, компенсация будет возможна только с месяца обращения. Для обращения необходимо предоставить в управление социальной защиты населения следующие документы. Паспорт, свидетельство о рождении детей, справка о посещении детского сада, документ о доходах семьи за последние три месяца. Это может быть справка о заработной плате, о пенсии, алименты и тому подобное. А также номер лицевого счета. Обновлять документы на компенсацию необходимо ежегодно. Валентина Пликарпова, Антон Иванов, информационная служба телеканала «Радуга-3». И в продолжении темы, также с 1 января текущего года изменился порядок выплат и на проезд на городском и внутрирайонном транспорте. С 1 января ежемесячную денежную выплату будут получать только пенсионеры, прекратившие трудовую деятельность. Те, кто вышел на пенсию после 31 марта 2015 года, смогут рассчитывать на выплату только в том случае, если их пенсия не превышает прожиточный минимум в полтора раза. Для пенсионеров в Самарской области величина прожиточного минимума составляет 8173 рубля. Размер выплаты – 270 рублей. С января 2017 года выплата приостанавливается гражданам, которые осуществляют трудовую деятельность. В случае, если граждане не получили данную выплату, но трудовую деятельность не осуществляют, могут обратиться в Управление социальной защиты населения с предоставлением оригинала трудовой книжки, где будет стоять отметка об увольнении. И уже дальше будет произведена оценка, то есть право на получение данной выплаты. И в случае, если человек действительно не осуществляет трудовую деятельность, выплата будет назначаться вновь. И данные граждане, которые по каким-либо причинам не получили выплату в январе-феврале, в течение шести месяцев, если последует обращение за недополученные суммы ЕДВ, то имеют право на ее получение, если обращение последует в течение шести месяцев. О предстоящем празднике Крещения говорили сегодня в детском саду Теремок, поселка Суходол. Там для детей старшей группы специалистами Дома культуры «Нефтяник» была проведена познавательно-игровая программа, в ходе которой ребята узнали, для чего нужно проходить обряд омовения и как возник этот праздник. Ни дня не проходит, чтобы на базе детских садов не было бы организовано какое-нибудь развлекательно-познавательное мероприятие. Отрадно, что устраивают их для малышей не только сами воспитатели. Со своей программой приходят в гости к ребятам и специалисты местных дамов культуры, рассказывающие о традициях, обычаях, а также о возникновении той или иной знаменательной даты. В основном приурочены к праздникам большим Крещения, Рождество, День Святого Валентина, на Новый год стараемся почаще приходить. В ночь с среды на четверг мы отмечаем светлый праздник Крещения. Именно Крещению и был посвящен тематический час, организованный в среду утром Домом культуры «Нефтяник» для ребят старшей группы. Малыша ожидала много всего интересного, увлекательный рассказ ведущего о том, как возник крестьянский праздник, познавательная викторина, чтение стихов. Сегодня у нас была игровая программа и немножко информационной минутки для детей, чтобы они знали о Крещении, что именно нужно делать на Крещении, какой это праздник, из чего это все началось. Они словно губка впитывали каждое слово, старались слушать внимательно, правильно отвечали на вопросы. По окончании встречи ребята рассказали, что же нужно делать в праздник Крещения. Там надо креститься, купаться в проруби, там можно купаться, играть. Естественно, какая программа бесподвижных игр. В целом мероприятие прошло живо и весело. Ребята зарядились энергией, повысили свой эмоциональный настрой, поспособствовали этому различные веселые старты, а также конкурсы на силу и ловкость. А еще три. Раз, два, три. Ну, давай, сильный, 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 сильный. Быстрее, 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 быстрее. Вот такие сильные. Мне понравилось перетягивание каната. А почему? Я люблю, мне понравилось, потому что... Специалисты Суходольского дома культуры в скором времени придут к ребятам в гости снова. Следующий праздник, о котором расскажут малышам 14 февраля. День Святого Валентина. Дмитрий Сурков, служба новостей телеканала «Радуга-3». В Самарском регионе утвержден новый праздник – День отца. Соответствующий указ подписал губернатор области Николай Меркушкин. Так, появление официальной праздничной даты призвано повысить роль отцовства в обществе наряду с материнством и укрепить ценности Института семьи. Отмечать День отца будут в первую субботу ноября. В этом году этот праздник выпадает на четвертое число. Чемпионат Сергеевского района по волейболу начинает вторую половину турнирной дистанции. Во вторник в спортивном зале Суходольской школы номер два состоялось самое принципиальное противостояние турнира. Сошлись два непримиримых соперника – «Инвест» и «Газовик». Их матчи всегда вызывают интерес. Независимо от того, кто на какой позиции находится, у кого сезон удачен, а у кого он наоборот проходит на фоне спада, «Инвест» и «Газовик» – два непримиримых оппонента, которые сражаются за победу в противоборстве друг с другом в любой ситуации. Порой создается впечатление, что игры между этими двумя коллективами – соревнования отдельные, выходящие за рамки всего сезона. И если, например, у «Инвеста» дела не заладятся, но «Газовик» будет переигран, независимо от итогового места можно будет говорить, что сезон сложился удачно. То же самое можно сказать и про «Газовиков». В первом круге очное противостояние завершилось со счетом 3-1 в пользу коллектива «Зеленых майках». «Газовик» вообще на данный момент идет в головной группе чемпионата, имея за первый круг лишь два поражения от явных лидеров – РН Охраны и «Нефтяника». «Инвест» же, в свою очередь, ведет борьбу за место в четверке, гарантирующей игры плей-офф. Было понятно, что матч ожидается интересный, обе команды стремятся победить, однако в первом сете большее стремление к успеху проглядывалось у «Газовика». Коллектив в середине сета сломал сценарий равной борьбы, вырвался вперед на несколько очков и без труда довел партию до победы. Волейболисты в синей форме не выглядели уверенно, поэтому на секунду показалось, что исход встречи может решить минимальное количество сетов. Однако данное впечатление оказалось чрезвычайно обманчиво. Уже во второй партии «Инвест» наладил командные взаимодействия и без особых усилий равновесие восстановил. В третьем сете преимущество номинальных хозяев продолжало вырисовываться, «Газовики» никак не могли вернуться в прежний победный ритм. Это стоило зеленым проигрыша партии и, как следствие, судьба матча повисла на волоске. «Газовику» ничего не оставалось, как взвенитить темп в сете четвертом. Равная борьба мяч в мяч завершилась финишным спуртом проигрывающих и счет в матче стал 2-2. Ответить на вопрос о победителе должен был Тайбрэк. Казалось, «Инвест» обязан быть надломлен, ведь команда только что упустила преимущество. Но игроки в синих майках в этот вечер вышли биться до последнего. 15-1 в пятом сете и 3-2 в матче. «Инвест» сумел вырвать такую желанную и нужную победу и слегка поправил свои дела в турнирной таблице. «Газовик» же проиграл третий матч в сезоне. Борьба за места в четверке продолжается, чемпионат продлится еще месяц. Дмитрий Сырков, служба новостей телеканала «Радуга-3». На этом наш выпуск завершен. Дали прогноз погоды на завтра. Информационная служба продолжает следить за развитием событий. Удачи и до встречи. В четверг, 19 января, в Сергейском районе ожидается значительная облачность. Температура воздуха минус 13 градусов. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 87%. Ветер юго-западный 4 метра в секунду. Когда финансы поют романцы, а впереди новогодние праздники, отчаиваться не стоит. Найти необходимые деньги до зарплаты можно и без помощи банков. Компания «Фастфинанс» вот уже 6 лет на рынке микрокредитования. Свыше 150 офисов, более чем в 120 городах России. Один из них находится и в городском поселке Суходол. Удобные и прозрачные условия займов. Возможное досрочное погашение и продление микрокредита. Все, что нужно для оформления заявки, это паспорт и 15 минут вашего времени. Вы получите деньги прямо на руки сразу после одобрения вашей заявки. Потому что здесь уверены, грядущие праздники обязательно должны быть сказочными в любой жизненной и финансовой ситуации. Коллектив компании «Фастфинанс» поздравляет вас всех с наступающим Новым годом. От всей души и от чистого сердца благодарим вас за то, что весь год вы были с нами. Для кого-то наша компания проверена временем. Для кого-то стало новым открытием. Безгранично рады, что вы выбрали именно нас. Надеемся, что с нашей помощью вы можете позволить себе чуточку больше, быть чуточку счастливее. Желаем вам, чтобы в новом году все, что вы задумали, исполнилось, а счастье приумножилось. Хорошего настроения вам, друзья, и с наступающим Новым годом! Мы ждем вас ежедневно с 9 до 19.00 по адресу поселок Суходол, улица Куйбышева, 8. Телефон горячей линии 8 800 333 78 58. Спасибо.